Добрый день. На бюлельский портал Exiget поступил вопрос. Я делаю добрые дела, но мной и все пользуются. Как приобрести мудрость в доброделании? То, что этим пользуются люди, это очень хорошо. Плохо другое. Если вы будете делать добрые дела для людей, то всегда будет возникать состояние зависимости, и вы будете думать, что вами все пользуются. А если вы будете делать добрые дела для Бога, то вы будете радоваться тому, что люди вами пользуются. Потому что нет ничего радостнее, чем трудиться для Бога. Надо просто в голове перевернуть дела для детей, для людей и дела для Бога. Трудитесь. Видите, скажем, в человеке образ Божий. И ваши дела будут сразу автоматически переходить, переадресовываться на Бога. И вы будете понимать, что Бог это принял. И вам будет не тягостно, а радостно. Если люди начинают активно пользоваться вами, и вы понимаете, что это принимает какой-то систематический характер, то можно, не отказывая человеку, сделать ему какой-то барьер, поставить какое-то условие для того, чтобы выполнить ту задачу. Например, к настоятелю храма приходит человек и просит помощи. Дайте мне, пожалуйста. Остался я в беде. Мне нужны деньги на дорогу. И человек обращается с горемычным лицом к настоятелю храма. Пожалуйста. Мы не отказываем. Ну, пожалуйста, вот если ты хочешь потрудить при храме, вот тебе метелка или вот тебе лопатка, выполни ту или другую задачу. И по характеру реакции на это отношение видно, нужно ли было человеку помогать или нет. Если человек собирается и быстренько сбегает от тебя, значит, ему никакая помощь не нужна. Рассчитывал на лёгкие деньги, но ничего не получилось. Если человеку на самом деле нужна помощь, и он готов ради этого потрудиться, то он будет выполнять, даже не выполнив до конца вашу задачу, вдруг. Бывает такое, потому что бывает человек немощный, там еще какие-то проблемы, но человек всё равно возьмётся за выполнение задачи. Поэтому не нужно всем подряд отказывать. Можно просто ставить какие-то определённые условия. Если дети к вам обращаются с просьбой, и вы не хотите создавать между собой и ними антагонистических прослоек, вы можете сказать, да, я согласен. Вполне возможно, что твой старый кнопочный телефон немножко устарел. Но чтобы сделать какую-то новую покупку, семье нужно немножко напрячься. А для этого ты должен сделать то-то и то-то. Например, в дневнике должны появиться там такие-то или какие-то отметки. Ну, или ещё какие-то условия, в зависимости от того, какой характер педагогических взаимоотношений у вас с этим ребёнком существует. И тогда, я думаю, что препятствие, которое ставите вы, оно не будет отказом от выполнения просьбы, но послужит вам показателем того, нужен человеку это или не нужно. И тогда люди перестанут вами пользоваться так активно, как происходит это сейчас. Продолжение следует...